Здравствуйте, уважаемые телезрители! Минувшая неделя была богата событиями. В общем, в ближайшие полчаса нам есть о чем рассказать, а вам что посмотреть и послушать. Так что устраивайтесь поудобнее в своих креслах. В эфире программа «Всем!». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 26 марта. Традиционный районный конкурс «Учитель года». В актовом зале санатория «Белая Русь» собрались представители общественности, педагоги, учащиеся школ Туапсинского района. Волнуются все, особенно участницы конкурса. Новомихайловский округ представляют Валентина Ивановна Белик, учитель математики школы Всероссийского детского центра «Орленок». Инесса Геннадьевна Югова, учитель средней школы номер 5. Замира Майоровна Удычак, средняя школа номер 10. И Анаит Григорьевна Карагибакян, средняя школа номер 19, села Ольгинка. Преодолены все этапы конкурса. Последний – финал. Самым интересным для меня был второй этап. Я давала открытый урок в Огойской школе для маленьких ребятишек, или работала с маленькими ребятишками. Это седьмой класс, геометрия. Ну, я не знаю, они такие все эмоциональные. Такие готовы были помочь тебе. Вокруг вообще все так... Ну, вокруг тебя бегали. Первый шаг – решиться на все. Вот это для меня было самое-самое сложное. И сейчас последний сделать шаг тоже сложный. На сцене сменяют друг друга творческие коллективы школ. Учителя поют, танцуют, читают стихи, рассказывают о своей школе. Рядом с участницами конкурса – коллеги, друзья и любимые ученики. Постепенно конкурс подходит к завершению. Напряжение растет с каждой минутой. Счетная комиссия передает данные жюри. Кто он? Лучший учитель 2003 года. Жюри опять ведет счет. Зал ждет. 5, 10, 15 минут. Где он? Глаз самого справедливого жюри. Долгожданных цифр так никто и не услышал. Ни одной. На протяжении всего конкурса. На сцене сразу начинается торжественное награждение. Каждый учитель получает диплом, памятную ленту, подарки и призы. Валентина Ивановна Белик награждена за высочайшее мастерство, гуманизм и самоотверженность. А лучшим учителем года признана Светлана Махмудовна Чунтыжева, учитель начальных классов средней школы номер 7, поселок Тюменский. Все ликуют. Спет гимн самой главной профессии на земле. Праздник завершен. Все как обычно. Подарки, призы, поздравления. Но почему-то закрадываются сомнения. Не совсем понятно, по каким критериям оценивались конкурсанты. Кто побеждал в промежуточных этапах. С какими оценками учителя вышли в финал. И повлиял ли финал на общий итог конкурса. Слишком много вопросов. Василий Ключевский как-то сказал, чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь. К сожалению, сегодня хорошим педагогом можно назвать немногих. Это люди, смысл жизни которых не просто давать определенную сумму знаний, а научить ребенка открыть себя в себе. 26 марта ушел из жизни старейший учитель Орленка Георгий Николаевич Орлов. Настоящий педагог, человек с большой буквы. Георгий Николаевич отдал школе ровно 50 лет. Из них 35 – школе Орленка. Как и жена, учил ребятишек русскому языку и литературе. Отличник народного просвещения Российской Федерации. Учитель-методист. Заслуженный учитель Российской Федерации. И, конечно же, любимый учитель многих поколений Орлят. На его уроках всегда кипела творческая жизнь. Георгий Николаевич разработал свой подход к изучению русского языка. Он проводил занятия на основе наглядности. Тогда это было новинкой. Его уроками, кабинетом, методическими пособиями была восхищена сама замминистра образования Балясная Любовь Кузьминишна. У православных христиан продолжается Великий Пост. Вчера завершилась его третья неделя. Именно во время нее на часовне преподобного Сергия Игумена Радонежского в поселке Новомихайловский был воздвигнут купол и крест. Но сначала немного истории. Два года назад икона этого святого, которая находится в келье отца Василия, настоятеля Новомихайловской церкви, замироточила. В честь этого события 7 марта 2002 года у входа на кладбище произошла закладка часовни. Провел службу и осветил заложенную плиту владыка Иссидор, митрополит Екатеринодарский и Кубанский. Тогда мы подробно освещали это мероприятие. На этом месте будут совершаться молитвы о наших дорогих усопших. Будем вспоминать их здесь в памятные дни. Сюда будут приходить люди, жители этого округа. Эта часовня, я уверен, будет украшать этот поселок прекрасный. За прошедший год сделано немало. Завершена кирпичная кладка, установлены фигурные решетки. В Тагануроге на комбайновом заводе заказали шатерную часть кровли, а в Волгодонске изготовили купол и крест. В четверг, 27 марта и произошло их воздвижение. И тут необходимо упомянуть еще об одном событии, которое предшествовало этому воздвижению. Буквально в среду Великого Поста, на Первой Седмице, начало опять выделение мира по этим сторонам. И вот начало отвероточить иконочку. И вот с этой стороны прям свежее видно, что как будто она свежее выступила. В честь этой иконы, от преподобного Сергия Радонежского, мы решили, как в знак чудесного проявления милости Божьей, решили построить нашу честную ручку. Вот такое чудо. А нам остается добавить, что событие это не произошло бы без помощи прихожан и финансовой поддержки спонсоров. Отец Василий отдельно благодарил главу администрации Туапсинского района, генерального директора Всероссийского детского центра Орленок, главу Новомихайловского округа, руководителей здравниц нашего района. Список большой. А потому вряд ли приходится сомневаться, что при такой поддержке в ближайшее время в часовне будут проходить службы. А теперь о новинках, которые появились в Орленке. Ну, во-первых, шлагбаумы на въездной площади. После старых обрубков их уже точно заметили все. Но главное, они пришлись по вкусу сотрудников службы безопасности. Во-первых, автоматика и возможность дистанционного управления. Во-вторых, ночная подсветка. Ну и, конечно же, солидность и фирменный знак. Шлагбаумы закупили в краснодарской фирме «Цитадель Юг». Сейчас они проходят апробацию, своего рода адаптационный период, после чего наладчики устранят возможные неполадки. Похожая новинка появилась и в доме вожатых. По словам заместителя генерального директора Владимира Зверева, в управлении скопилось достаточно протоколов милиции и службы безопасности о зафиксированных там нарушениях. В избежание доступа посторонних лиц в вестибюлю установлен турникет. Да не простой, а с секретом. Отныне скрытая видеокамера будет фиксировать всех входящих и выходящих. Теперь, как говорится, и мышь не пробежит, и орел не пролетит незамеченным. Хедероколхида. Растение с этим названием известно в основном специалистам-ботаникам. Мы же знаем его как местный, то есть реликтовый, колхидский плющ. В садоводстве он используется в качестве декоративного, для оформления веранд и беседок. В природе же это грозный паразит, питающийся соком культурных растений. Один такой плющ буквально за 2-3 года способен осушить вполне здоровое дерево. Для орленка эта проблема стоит достаточно остро, потому что основная часть растений здесь не местного происхождения. И поэтому на территории центра, по распоряжению генерального директора, проходит акция «Спасем деревья». Участвуют в ней как взрослые, так и дети. А поскольку цветение и рост растений происходит всегда, акция будет проходить постоянно. И еще об одной акции, проходящей в орленке. Приведение в порядок территорий, закрепленных за подразделениями центра. Это санитарный день. Раньше он проходил по пятницам, теперь будет проходить в четверг. Так называемый чистый четверг. Как сообщили нам в управлении центра, на прошлой неделе отличились сотрудники автобазы, детского лагеря «Дозорный», управления и теплоцеха. Акция будет проходить до 1 июня. Кроме этого, на апрель запланирован традиционный массовый субботник. Любимое время года взрослых – отпуск. А у молодого поколения, если придерживаться той же логики, каникулы. И прожить их надо так, чтобы впечатлений хватило на всю учебную четверть. Весенние каникулы – пора радостная и счастливая. Школьники ждут каникул с нетерпением. И каждый проводит их по-разному. Как именно? Мы решили это выяснить. Первая наша остановка – центр детского творчества. Даже в каникулы ребята продолжают активно посещать кружки и секции. Одна из них – секция по кунг-фу. Ребята занимаются техникой боевого искусства три раза в неделю. А ребята из изо-студии совершенствуют свое мастерство. На каникулах я делаю то, что я не успел сделать в третьей четверти. Что именно? Рисунок. Наша вторая остановка – центральная районная детская библиотека. На днях там прошло множество мероприятий. Фестиваль детской книги и другие. Ежедневно библиотеку посещает более ста учащихся. Я читаю книги, хожу сюда. Пишу доклады. Еще читаю интересные журналы. Вот книги по истории я беру. Еще мне нравятся книги о природе. Ну, какие-нибудь разные. Третья остановка – детские игровые площадки. Как же здесь проводят свои каникулы ребята? Я на каникулах занимаюсь спортом. Я хожу над зудой и играю в футбол. Играем в Сега. Иногда играем. Да. Костры разжигаем. На горы ходим. Мы во дворе играем в разные программы. Кто хочет стать миллионером, там, окна. Читаю, играю на площадке. Пишу, читаю, играю. На качели катаюсь. С друзьями в разные игры играю. У кого каникулы провожу, классно. Четвертая остановка – детский клуб «Искорка». Его посещают школьники с 1 по 11 класс. Они непосредственно участвуют в оформлении клуба. Стены «Искорки» украшены руками ребят. Это различного рода поделки, аппликации и макраме. На каникулах я играю в высохе и делаю домашние задания. Играю в различные игры. Там, например, в теннис, в бильяр, в шашки, в шахматы. И последняя остановка – школа Всероссийского детского центра «Орленок». В то время, когда школьники страны отдыхали, орлята учились. Учусь. Потому что, когда мы ехали в «Орленок», у нас был отдых. А сейчас мы учимся. За эту неделю мы навествуем, что не учились. Наши каникулы в «Орленке» проходят за партами в школе. В то время, когда ученики учились, мы отдыхали. А сейчас мы начали учиться. Нам не хочется учиться, а приходится. Но мы думали, хоть здесь отдохнем. А школа – это надоело вообще. Любой отдых хорош, если он идет на пользу здоровью и голове. Весь мир – театр, а люди в нем – актеры. 27 марта – Международный день театра. Праздник всех жителей земного шара. Событие, мягко говоря, достойное освещение в средствах массовой информации. Согласно дипломного проекта Алексея Гордеева, театр – это вид искусства. Слово, безусловно, греческого происхождения. И означает «место для зрелищ». А зрелища своими корнями уходят еще во времена первобытно-общинного строя. Ритуальные танцы перед охотой, изгнание духов, гадание на бараньих лопатках. Все это наводит на мысль о том, что первые Шерон Стоун и Смактуновскими были шаманки и шаманы. По большому счету, так оно и было. Основы драматургии зарождались еще тогда. Но жизнь не стоит на месте. С развитием земледелия стали появляться новые обряды, игры, хороводы с венками и так далее. В основном они касались начала посева и окончания жатвы. Не обошли вниманием и главные этапы жизни человека. Родины, крестины, свадьбы, похороны и поминки. И, конечно же, в каждом массовом ритуальном действии выделялись наиболее умелые исполнители. Их чаще всего приглашали для совершения обрядов. Это были не только музыканты и танцоры, но и гадалки, и заклинатели, и даже профессиональные плакальщицы. На Руси исполнители, сделавшие лицедейство своей профессией, назывались скоморохами. Летописные упоминания о них относятся еще к 1068 году. На протяжении веков эти балагуры-весельчаки были душою всех праздников. Искусство их было ярким и народным, и потому содержало в себе не только голый юмор, но и сатиру. Чиновникам на Руси это обычно не нравилось, и в 1648 году царь Алексей Михайлович запретил выступление скоморохов. Просто так, широким рощерком пера. Правда, 24 года спустя, следующим рощерком он повелел создать в России театр государственный. С тех пор прошло много лет, и теперь уже невозможно представить себе жизнь без театра. И хотя существует мнение, что трудно определить грань между игрой и реальной жизнью, тем не менее, лучших актеров мы знаем не только в лицо, но и по именам. С 1962 года 27 марта объявлен Международным днем театра. Это событие не обошло и Всероссийский детский центр «Орленок». 27 марта в рамках недели детской книги ребята и вожатые детского лагеря «Стремительный» подготовили настоящее театральное действие. На сцену по очереди выходили герои книг, известных нам с детства. И не просто герои, а герои-юбиляры. Оказывается, Ассоль и Грею из повести «Алые паруса» в этом году исполнилось 80 лет. Человеку-амфибии – 70. Герои романа «Остров сокровищ» отметили 120-летний юбилей, а детям капитана Гранта уже 135. 165 лет любуются прекрасной танцовщицей стойкий оловянный солдатик. А свое письмо Татьяне Евгений Онегин написал аж 170 лет назад. Это не только их, это и наша история. Каждый из нас в свое время получил собственную роль. Но главное даже не в этом, а в том, как мы сумеем ее доиграть. В эту смену в «Орленке» собрался весь цвет младшего военного состава страны. Юные защитники Отечества с гордостью носят погоны и с удовольствием рассказывают об истории своих кадетских корпусов. 24 марта школа «Орленка» пестрила шевронами, фуражками и военной формой. Здесь сосредоточилось все многообразие военно-морского арсенала. Посетители выставки могли познакомиться с традициями и жизнью кадетских корпусов России. Артем, экскурсовод третьего взвода, о славной истории своего сибирского корпуса знает все. Их стенд был признан самым содержательным на этой выставке и получил первое место. Какой вопрос чаще всего тебе выдавали экскурсанты? Чаще всего задают вопрос о экспедиции поезд, сколько ей лет. Свидетельцы поезд в 12 лет. Мы выезжаем под Санкт-Петербург уже 24, 24 раз уже скоро будет. Уже перезахоронили 7 тысяч воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. И нашли 230 медальонов, 160 из них прочитаны. И 49 всего было найдено родственников. Среди кадет есть и девчонки. Своей формой они гордятся не меньше, чем манекенщица нарядами от кутюр. Выставка продлилась всего лишь день. Но еще долго посетители будут вспоминать мальчишек в погонах и девчонок в военных беретах. Битва года состоялась в Доме культуры поселка Новомихайловский. Любовь к экстриму объединила брейкеров. На протяжении двух часов они ломались, как могли. Танцевальный брейк элементы, похожие на опасные трюки, словно из рога изобилия, сыпались на сцене. Четыре команды боролись за призовые места. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Ребята неплохо выступили. Для первого раза можно даже сказать очень хорошо. А призовые места распределились следующим образом. Третье место судьи отдали команде из села Георгиевское. Второе – ребятам из села Шаумян. Больше всех повезло брейкерам из села Ольгинка и поселка Новомихайловский. Они-то и стали победителями битвы года. А в индивидуальных соревнованиях на танцполе не было равных Артуру Науманян из села Шаумян. Почему ты выбрал именно такой экстремальный вид танца? Да он как-то сам, я не знаю, у меня пацанчик приколол, вот эта штука, и заразила меня очень страшно. Накануне 1 апреля стены городского дома культуры поселка Новомихайловский сотрясались от смеха и шквала аплодисментов. Здесь скрестили шпаги юмора команды самых отчаянных, веселых и находчивых школьников Новомихайловского округа. «Намба-5» пели о доме, в котором приходится жить. Десяточки попали ровно в десятку сказкой об очаровательной красной шапочке. И шок средней школы номер 19 читали рэп о чистоте школы и сменной обуви. Со сцены лилась мелодия «Вездесущий Белль». Отпускались шутки по поводу единого государственного экзамена, а в новой версии программы «Окна» обсуждались проблемы Евгения Онегина и Татьяны. Болельщики старались как могли. В ход шло все, что было под руками и ногами, а голоса срывались от громких возгласов. Все команды были на высоте, и все же самой веселой и находчивой была признана команда средней школы номер 10 «Десяточки». «Там, где мы всегда веселее всем, где мы, там нет места для ненужных, где мы, вместе Ай-Лоу КВН, и в сердечко попали в бездоскей». КВН прошел с успехом. Школьники получили приличный заряд энергии и хорошего настроения. Разминка перед днем смеха состоялась. Если в одно прекрасное утро вам говорят, что у вас развязали шнурки, а вы точно знаете, что они у вас на молнии, или почтальон принес счет за несуществующий телефон, то знайте. Сегодня 1 апреля. День шуток, розыгрышей и игроков. День розыгрышей и шуток имеет старую традицию. Его праздновали и в Древней Индии, и в Древнем Риме. А устойчивая дата за ним закрепилась после того, как французский король Генрих III Валуа перенес Новый год с 1 апреля на 1 января. Люди, которые по привычке отмечали Новый год весной, стали объектами насмешек, шуток и всевозможных розыгрышей. С тех пор праздник смеха распространился повсеместно, и каждая страна могла похвастаться своим фирменным первоапрельским приколом. Наиболее распространенным розыгрышем было поручение легковерным отправиться за чем-либо вообще на свете несуществующим. Например, во Франции за дрожжами для колбасы. Ну, а как же шутят у нас в России? В прошлой смене мы со всего холла у детей собрали ботинки и связали их. То есть получился у нас такой как бы гирлянды из ботиночек, из кроссовочек. И кто-нибудь, мы хотим тебе подарить такой подарок на день рождения, который ты себе никогда не купил. Вот тебе там 5 метров в колючей проволоке. Тебе хотят там стипендию выдать там, короче. Ты бегаешь, подбегаешь. В тысячу рублей там, тебе хотят стипендию выдать. Он бежит за стипендией, а там никого нет. Спускаемся к себе на пляж. Нам рабочие говорят, у вас сгорело спасательное как раз на 1 апреля. Будем говорить, что ЕГЭ отменили. ЕГЭ, единый государственный экзамен, очень сложный. Один раз на работе мы позвонили всем своим сотрудникам, когда работали в портовой службе. И значит сказали, что начальник всех собирает в 9 часов у себя в кабинете. И значит все собрались, а мы потом над этим долго смеялись. У моего друга лучшего день рождения он мне сказал. Говорит, у меня 3 апреля день рождения. Ну я поверил, пришел к нему с подарком, а он пошутил, говорит, я шучу. День смеха не оставляет равнодушным никого. Главное, шутки не должны обижать их объектов. Тогда можно считать, что праздник удался. Ведь ни для кого уже не секрет, что смех имеет целебные свойства. Те люди, у которых жизнь веселая, жизнь активная, это люди, как правило, оптимисты. И они успешны по жизни, благодаря тому, что у них улыбка во все 33 зубов. К тому же, милые дамы, ученые доказали, смех – лучшее средство для продления молодости. Во время улыбки на лице напрягается только 7 мышц, а в момент угрюмой мины – все 40. Соответственно, им морщин становится значительно больше. Так что улыбайтесь, смейтесь, хохочите и следуйте советам нашего психолога. Чтобы день начать с хорошего настроения, надо просто жить под девизом «Проснись и улыбнись» примерно так. А вам слабо? Наверное, вы обратили внимание на интервью в последнем номере газеты «Всем вместе» о презентации нового средства массовой информации «Космо Пейпе». Новый вид средства массовой информации придуман специалистами по рекламе, которые исчерпали свои ресурсы в привычных нам газете, телевидении и радио. Они вывели на орбиту новый тип спутника связи, оснащенного современными компьютерными технологиями. Завтра на небосклоне вы сможете увидеть текст самых настоящих космических страниц. А мы, программа «Вместе» будем осуществлять их прямую трансляцию. И еще надеемся, что нам не помешает погода, прогноз которой вы услышите через несколько секунд. Добрый день. В эфире прогноза «Проснись и улыбнись» по данным гидромерной генерологической спектакли в этом сайте в ближайшие садки. Рождаешься малого вечера? Рождаешься на свадьбе? Важно, что ожидается. Но уже завтра. Но уже завтра состоится сутка старшего. У нас небольшие саморашины садки. Субтитры мой. Спасибо за nurses. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok От улыбки хмурый день светлей От улыбки в небе радуга проснется Поделись улыбкою своей И она к тебе не раз еще вернется И тогда наверняка вдруг запляшут облака И кузнечик запиликает на скрипке С голубого ручейка начинается река И тогда наверняка вдруг запляшут облака И кузнечик запиликает на скрипке С голубого ручейка начинается река Ну а дружба начинается с улыбки С голубого ручейка начинается река Ну а дружба начинается с улыбки От улыбки станет всем теплей И слону, и даже маленькой улитке Так пускай повсюду на земле Будто лампочки включаются улыбки